Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Хавьера Муниеса. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, как вы видите, у нас произошли некие изменения. Если я не ошибаюсь, в прошлом выпуске карьеры за игрока рейтинг у нас был 80. Я полазил по всяким форумам и нашел, как правильно распределить все эти характеристики. Здесь почему-то 87 вообще пишут. Вот, все характеристики, как распределить именно на позиции LFA. Вот, и у нас теперь 89 рейтинг в, сколько там, 18-20 лет. Поэтому вот, для кого может быть пригодится, поэтому вот, ну, наверное, ковритаря мы не трогали. Поэтому как-то так. Так, сейчас Хавьеру Муниасу 18 лет. Что еще хочу сказать. Заканчиваем мы сегодня сезон. Это, получается, наш полноценный второй год. Вот, поэтому сейчас мы боремся, наверное, за чемпионство здесь все-таки с Валенцией. И также пытаемся выиграть Лигу конференции. Мы сейчас будем играть в четверть финале. В Кубке Испании мы вылетели. Поэтому вот у нас осталось два турнира, в которых мы еще участвуем и в которых можем побороться за победу. Поэтому вот как-то так. И ждем, ждем все-таки предложения от Мадридского. Реала теперь-то, я надеюсь, с рейтингом 89 нас обязаны туда подписывать. Ну и также интересно будет теперь поиграть за Хавьера Муниас с рейтингом 89. Все-таки он в неплохой форме был в этом сезоне, играя на легенде. Вот, с рейтингом 80, там 43 матча, 46 забитых мячей, 34 голевые передачи. Сейчас посмотрим с рейтингом 89, как он будет разрывать. Поэтому начинаем мы с матча против Гранады. Форму немножко только поменяю. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, три задачи. Оценка не ниже 8,5. Не проиграть матч и командное владение. Давайте, может быть, действительно не проиграем в матче. Потому что все-таки Гранада. Все-таки мы и на выезде. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вот Диего Лопес. Дауд снова Гуэдеш. Распадори на меня дает передачу. Мы на Ануачу. А нет, это Закария был. Прошу прощения. И Закария забивает голевая наша передача. И на 89-м минуте все-таки Валенсия забивает свой единственный гол в этом матче. Напряженная, конечно, концовка здесь у нас была. И Закария забивает свой второй гол в 30-м матче Ла Лиги. И все. Финальный сесток. Минимальная выездная победа Валенсии. Моя голевая на Закарию нам принесла все-таки победу. Но игроком матча признан, скорее всего, вратарь. Да, Гранады. Потому что очень много я моментов запорол. Какими-то пытался красивыми дальними ударами поразить. В итоге 15 ударов, 10 створ и 9 сейвов. Видите. Все. Прекрасно сами. Поэтому вот как-то так. Итак, выполнили мы две задачи. Это оценку за матч. Выиграли в матче. Но не получилось вот 2% владения командного нам создать. Ну что же, сейчас у нас снова выездная игра. Правда, уже в Лиге конференций. Антверпен против Валенсии. Давайте разберем эту вот бельгийскую команду. Итак, на стадии 1-8 они прошли, кстати, хорошего соперника. Уэст Хэм. Вот первый матч, получается, они выиграли со счетом 3-1 дома. Ну а на выезде 1-0 им проиграли. Итак, в предварительном раунде они обыграли Red Bull Salzburg. Также со счетом 3-2. Но на групповом этапе закончили, как вы уже понимаете, на втором месте. Поэтому и начали с предварительного раунда. Вот Брага там, к примеру, началась 1-8. Ну и сейчас Роял Антверп, либо просто, мне кажется, Антверпен все называют эту команду, идет на втором месте в чемпионате. На 3 очка отстает до первого места и на 3 очка опережает третью строчку. Поэтому, в принципе, соперник очень интересный. И будет трудно ему, конечно, противостоять нам. Но все-таки мы команда, которая идем сейчас на первом месте в Ла Лиге. Это, между прочим, большая разница между бельгийским и испанским футболом. Поэтому посмотрим. Мы видим в составе Антверпена Нейнголан, Эгештайн. Вот, больше я тут прям кого-то таких вот и не знаю. Поэтому начинаем. Итак, мы в Бельгии. Антверпен принимает Валенсию в четверть финале Лиги Конференции. Задача оценка не ниже 9-0. Не проиграть. Свершите перехваты на плане поля Суперега. Давайте, мне кажется, мы все-таки попробуем не проиграть. Такую же задачу мы брали с гранатой. Вот попробуем и сейчас. Распадори. Сразу же передача на меня. Ну, а мы пытаемся сразу убегать, конечно же. Сразу же реализовать свои моменты. И сразу же гол. На третьей минуте. Хавьер Муни забивает. И выводит Валенсию. Пока что по ходу этого матча вперед. Проходит пока что двух игроков Антверпена. Но здесь вот не получилось последнего пройти. Вроде бы казалось, что уже все отыгран. И отлично. Ну, как сейчас эта комбинация у Валенсии прошла. И снова забивает Валенсия в начале тайма. Что в первом, что во втором. Супер. На хэт-трик идет мексиканец. И забивает Распадори. На ошибке он поймал вратаря Антверпена. И забивает третий мяч Валенсии в этой игре. Давайте попробуем попросить передачу. И пробьем. И в самую девятку мы забиваем хэт-трик. Ворота Антверпена. Отлично. Ну, что за галешник сейчас положил Хавьер Мунис. Ну, просто, наверное, будет в каких-нибудь книжках потом рассказывать. Либо в обзорах, как нужно разыгрывать штрафные. Еще раз смотрим. Гуэйдеша дает отличную передачу. И за штрафной, ну, в самую девятку. Под самую перекладину мяч влетает. Ну, вот просто супер. И все. Финальный свисток. Валенсия громит. Антверпена на выезде в первом четвертьфинальном матче Лиги Конференций. Игроком матча, естественно, признан я за три забитых мяча. Итак, снова сделали мы два задания из трех. Рейтинг в матче не проиграли. И ни одного перехвата на половине поля соперника. Итак, сейчас у нас, наконец-то, домашняя игра. Играем мы против Эспаньола, которые идут на десятой строчке. Что у них по составу? Ну, вот Де Томаша, вроде как знаю, не знаю, тот ли это или нет. Вот. Ну, в принципе, более-менее все игроки здесь многим известны. Кто вот интересуется испанским, естественно, футболом. Тот же Видаль, справа в защите. Который раньше в Барселоне играл. Я думаю, это он. Поэтому состав в наших экранах мы начинаем. Ну, что же, Валенсия принимает Эспаньо в рамках Ла Лиги. Задание. Оценка ниже 8.5. Голы и удары. Процентное соотношение. Ну, и давайте снова, наверное, не проиграем. Поэтому нам надо более... Реже бить. Наверное. Именно удар ради удара такого не должно быть. Нам надо чаще забивать. Так, Мунес. Выдаем передачу на Ануачу. Ух, как сейчас разыграли-то. И Солер забивает. Причем, я, получается, вообще никак не поучаствовал в этой атаке. Пред голевую. Передачу я отдал. Но так, Ануачу записывает на соцсет голевую. А Солер забивает четвертый гол в 31 матче. Отлично. Прошел он с защитника. И можно двигаться дальше. Пенальти. Пенальти будет назначен. И желтую карточку получает капитан Эспаньола Кейди Барре. Не знаю, буду ли я пенальти бить. Нет. Снова, кстати, подходит к мячу Солер. Наш уже капитан. Ну, вот и посмотрим. Он забивает. Это 2-0. Дубль Солера. Ну, к 17-й минуте очень уверенно идем. Неплохо. И распадори! Какой галешник-то сейчас забивает. 25-я минута. И снова Ануачу просто поставил так вот мяч. Для партнера. И уже дает вторую голевую передачу. А я пока что за 3 гола Валенси не поучаствовал. Получается ни в одной атаке. Манафа. Но здесь только надо забивать. Только забивать. И не получается. Нужно! Все-таки засчитали. Засчитали на меня гол. Поэтому 35-я минута. 4-0. Ну, вот и Хавер Мунис забивает свой первый гол сегодня. Ну, давайте все-таки попрошу замену. Потому что Хавер Мунис у нас немножко, конечно, подустал. И, в принципе, не полностью готовый вышел на этот матч. Но при таком счете, тем более все задачи мы выполнили, давайте попросим замену. Дадим поиграть, вот, к примеру, Гуэдышу. Ну, что же, финальный свисток. И Валенсия разгромила Эспаньол со счетом 4-0. Лучшим игроком, кстати, матча признан я. У меня оценка 8-4. Получается, я задание-то все-таки не выполнил. Я уходил с оценкой 8-9. Теперь 8-4. Вот. Ануачу отдал 2 голевые. Не стал игроком матча. Вот как-то странно. Хотя здесь все три задания у нас выполнены. Вот здесь засчитали эту оценку 8-9. Соотношение у меня был всего лишь один удар. И сразу же я его и забил. Поэтому вот как-то так. Итак, сейчас у нас ответная игра в четвертьфинале Лиги Конференции против Атверпена. Итак, первую игру мы выиграли 4-0. Ну, вот сейчас посмотрим, как. Номигалан и компания сыграют уже на выезде. Поехали. Валенсия принимает Атверпен в рамках ответной игры четвертьфинала Лиги Конференции. Итак, задание оценка. Не ниже 9-0. Не проиграть. Нанесите два удара по воротам. Давайте возьмем. Пробуем четыре раза пробить. И вот так вот мы пропускаем. На 11-й минуте Атверпен забивает свой первый гол во втором матче. Да и в принципе в этом противостоянии. Ну, вот. Как-то вот не доиграли мы по игрокам. И находить моменты для партнеров на дальнюю. Отличный пас и гол. Солер забивает. Шикарная, мне кажется, голевая передача. На дальнюю штангу мы отдали низом. Все супер. И забивает все-таки Атверпен второй мяч. Но вот. Как-то прорвало бельгийскую команду. Именно на выезде. Причем я даже, ну, понимал, что там происходит. Но не сильно видно нам было. Смотрим еще раз. Сильсон неуверенно здесь отыграл. И все. Ну, а здесь и вратаря не было. И никто в ворота вместо него не встал из защитников. Вот и пропустили. Гештайн забивает дубль. И отличный какой проход. Но надо забивать. Надо забивать. И это ничья. 2-2. Муни забивает супер-гол сегодня. Сравнивает счет в матче. Но хотелось бы как бы и победить в этой игре Атверпен. Выход-то понятно, что будет за нами. Но вот две победы в двух матчах хотелось бы. Так, вот отличный момент у нас. Можно постараться даже и вывести вперед Валенцию. И мы забиваем. 58-я минута. Счет 3-2. И мы забиваем хэт-рик. Во втором матче подряд против Атверпена наш Хавьер Муни забивает 3 мяча. Муни забивает покер в домашней игре. Четверть финала Лиги Конференции. Счет 5-2. И все. Финальный свисток под конец еще и желтый мы получили. 5-2. Покер Хавьера Муниса. Снова мы забираем мяч, как и в игре в Бельгии. Поэтому в сумме мы забили 7 мячей из 9, которые забила Валенция. Именно ворота Атверпена. Я игрок матча. 4 гола. Плюс еще и голевая. Ну что же. Генг побеждает по пенальти Селтик. И выходит в полуфинал Лиги Конференции. Фиорентина вынесла просто Бешикташ. Со счетом 6-2. 6-1, прошу прощения. И Лейпциг прошелся по Олимпиакосу. Вот как-то так. Хотелось бы мне, конечно, сыграть против Генка в полуфинале. Вот. Потому что мне кажется, если выпадет сейчас Лейпциг, а потом Фиорентина будет в финале, то это будет два сильных соперника подряд. А так бы с Генком. Мы бы так же хорошенько прошли, как с Атверпеном. Тем более, тоже бельгийская команда. Поэтому я бы хотел, чтобы Генк там выпал. По заданию мы выполнили абсолютно все. Оценка не ниже девятки. Не проиграли в матче. И 4 удара по воротам мы нанесли. Итак, прошла жеребьевка. И, кстати, мы сыграем вот с Фиорентиной. Ну, более-менее все-таки. Когда-то наша лохва должна была закончиться. Потому что в четверть в финале был Атверпен. До этого была Фокасиби, вроде, если я не ошибаюсь. И все. Ну, то есть две легенькие команды. Теперь уже вот и Фиорентина. Понятно, что там Лейпциг, скорее всего, пройдет Генк. Это уже вот похоже на такой вот интересный финал. Если, конечно, мы туда еще пройдем. Но сейчас Валенсия играет против Сельты. Матч чемпионата Испании. Сейчас мы пока что лидируем в 4 очка. Но если выиграем, снова у нас будет лидерство в 7 очков. Вот, составы на наших экранах. Мунис немножко подуставший, поэтому вряд ли я полностью игру проведу. Попробуем сделать задание, выполнить их. И попросим замену. Поехали. Итак, Валенсия против Сельты. Скипнул я нечаянно. И давайте задание посмотрим. Получить оценку не ниже 8,5. Забить гол или отдать голевую. И обводки. Вот это вообще замечательно. Но я, в принципе, тоже бы обводки бы и выбрал. Поэтому замечательно. Все реалистично выполнить. Мунис. Отлично он отрывается от защитников. Ну и надо же забивать. Замечательно. В сольном таком проходе все-таки Хавьер Мунис добивается успеха. Отлично пробил нерабочей ногой и забил. В принципе, задачу мы вот сейчас на гол, либо голевую выполнили. Теперь осталось сохранить свой рейтинг. Мне вроде сразу десятку там дали. И сделать обводки. Так, замечательно. Мунис. Пасует на Солера. Тот на Ануачу. И все-таки он смог заколотить уже этот мяч. С рикошетами от защитников. 42-ая минута. 2-0. И все. Свисток на перерыв. Счет у нас 2-0. Я сейчас, наверное, все-таки попрошу замену сразу же. Чтобы во втором тайме вышел Гуэдэш, наверное. Вот. Обводки мы выполнили. Оценка не ниже 8.5. И забили гол. Поэтому все. Давайте попросим замену. Ну и шикарно. 3-0. Гуэдэш отлично отдал на Распадоре. И тот уже просто простреливал вратаря. И вот так вот с Камака забивает ворота Валенсии. И вот так вот еще на последних минутах Маркас Андре забивает 4-й гол Валенсии в этой встрече. И все. Финальный свисток. Разгромная домашняя победа Валенсии над Сельтой 4-1. Итак, лучшим игроком был признан я. Не знаю, как так они посчитали. Но вот забил 1 гол. И уже признан я. Выполнили все 3 задания. Как и ожидалось. Ну что ж. Сейчас у нас домашняя игра против Атлетика Бельбао. Они идут на 11 месте. Мы на первом. И снова надо нам увеличивать наше лидерство. Кстати, теперь уже если мы выиграем, то у нас будет лидерство. Хотя нет. Все так же в 7 очков. Поэтому начинаем. Составы на ваших экранах. Я немножечко все так же уставший. Поэтому также попробуем выполнить задание. И попросить замену. Ну что же. Дождь у нас на стадионе. Валенсия против Атлетика Бельбао. Оценка ниже 8.5. Сделать 10 передач. И совершить перехваты. Честно, не знаю. Давайте попробуем передач сделать 10. Плюсом еще 5. За дополнительное. Ну и шикарный. Ну может быть голевая передача. Действительно. На пятой минуте просто замечательно отдаем на Распадоре. И тот забивает. Ну что же. Я попросил замену. На 79 минуте вместо меня выйдет Денис Черышев. Кстати. Вот. Все задания я выполнил. Поэтому просто смотрим остаток матча. И все. Финальный свисток. Минимальная домашняя победа Валенсии над Атлетика Бельбао. Лучшим игроком снова, кстати, признали меня. Хотя я отдал только лишь голевую передачу. Ну что же. Выполнили мы 2 задания из 3. Вот этот вот прессинг в атаке практически никогда у меня не получался. Поэтому его и не будем выполнять. Атака, оценка и 16 передач. В принципе на поле за всю игру. Ну что же. Сейчас у нас игра в полуфинале Лиги Конференции. Мы встречаемся против Феррентины. Так что давайте пробежимся по хронологии. Как Феррентина попала в полуфинал Лиги Конференции. В четверть финале, как вы уже помните, она вынесла Бешикташ со счетом 6-1. В 1-8 Феррентина прошла Лузерн со счетом 5-1. Ну и в группе G Лиги Конференции заняла первое место, набрав 13 очков. И кстати, играла с Бешикташем она 4 раза. 2 в групповом этапе и 2 раза в четверть финале. Вот так вот сложилась у нее судьба. Ну и теперь мы встречаемся против Феррентины, которая занимает 8 место в чемпионате Италии. Итак, наконец-то у меня получилось остановить полностью нашу стамину. Составы на ваших кранах. Интересные такие как трансферы. Труфьо вижу в составе Феррентины. Вот Бонавентура из игроков. Паулиста. Понятно, Федерико Кьезе. Поэтому вот посмотрим, кто все-таки одержит верх. Выездная игра в Италии. Поехали. Ну что же, мы уже в Италии. На стадионе Феррентины. Так, оценка не ниже 8,5. Не проиграй, достигнет 40% обводки. Давайте 50% попробуем. Так что задачи на гол либо голевые у нас нету. Нужно не проиграть. Но все-таки лично для меня хотелось бы, конечно, обыграть Феррентину. Постараемся, конечно, забить. Даут. Неплохо. Муниес распадори скатывает на Муниеса и 1-0. Отличная комбинация. 26-ая минута. Валенсия выходит вперед. Так, Муниес. Неплохо. Через Ануач. Здесь уже и распадори. Муниес. Отлично вырывается вперед. Но это 2-0. Конечно же. 34-ая минута. Никто не смог снова удержать Хавьера Муниеса. И все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа Валенсии над Феррентиной в полуфинале Лии конференции. Нас ждет, конечно же, ответная игра между этими командами. Но, если не ошибаюсь, там будет матч чемпионата между этими играми. Игрок матча, естественно, я. Ну, а распадори, кстати, отдал две голевые передачи на меня. По заданиям выполнили абсолютно все. Просто замечательно. Ну что ж, сейчас у нас выездная игра против Deportival La Vesa. Они идут на 17-й строчке. Лидерство у нас также в 7 очков. Но будем надеяться, что Атлетикова уступит кому-нибудь в 34-м туре и терять очки. А мы наберем лидерство до 10 очков. Итак, по выносливости снова я смотрю, что неполное. Поэтому также, если успеем выполнить задание, сразу же после этого попросим замену. Поехали. Итак, задание на этот матч. Оценка не ниже 9-0. Не проиграть, сделать 10 передач. Ну, пробуем снова сделать 15. Мунис, отлично. Отлично проходит, но надо забивать. Конечно же. Если появляется зона, надо сразу же пробовать пробить, что у Муниса и получается. 1-0. Ну, и это 2-0. И после этого мы, естественно, попросим замену. Ну, просто шикарный галешник сейчас получился у нас. 2-0. Дубль Муниса. Ну, и, мне кажется, заслуженно можно теперь отдохнуть. Ну, вот так вот Докуре забивает на 63-й минуте и уменьшает преимущество Валенсии. Ну, а вот так вот Даут и Гуэдеша разыграли комбинацию и в итоге снова у нас преимущество в два мяча. 4-1. 77-я минута. Валенсия забивает очередной мяч. Ну что же, финальный свисток. Разгром от Валенсии на выезде. 4-1. Ну что же, лучшим игроком признан я. Забил два мяча сегодня. Ну что же, все три задания мы выполнили. И рейтинг игрока избежали поражения и отдали 18 точных передач. Итак, ответная у нас игра. В полфинале Лиги конференции 2-0. Мы обыграли Ферентину в первом матче. Как там, кстати, Лейпциг с Генком надо посмотреть. Ну, а, кстати, я-то думал, Лейпциг в двух матчах, наверное, будет разгром. А в итоге нет. В итоге 1-1. И ответная игра в Германии все и решит. Но у нас уже более-менее все решено. Отличное преимущество. Главное теперь закрепить домашней победой. Немножко, конечно, подустали мы. Но все же побеждать нужно. И желательно с хорошим счетом. Поехали. Итак, задание на матч. Оценка не ниже 8-5. Не проиграть. И голы к ударам. Ну, давайте попробуем. И забивает Ферентина на 27-м минуте Куами. Вроде поразил наши ворота. Но вот смотрим, как это было. Потому что с наших камер, конечно, было трудно это увидеть. Но упустили защитники игрока Ферентины. И вот так вот. Ферентина забивает второй. 33-я минута матча. Костровили, если я не ошибаюсь. Поразил наши ворота. И вот так вот. Все наше преимущество, которое у нас было. Полученное в Италии. Мы просто вот так вот за полчаса упускаем. И вот хороший момент. Муниес на Ануачу. И все-таки забивает Валенсия. 2-1. И по сумме двух встреч мы выходим вперед. Неплохо Муниес. Но здесь нужно забивать и сравнивать. Счет в итоге Валенсия. Ферентина. 2-2. По итогам двух встреч Валенсия снова набирает ход с разницей в два мяча. Все. Финальный свисток. Валенсия играет в ничью с Ферентиной. Удалось нам сделать мини-комбэк. С 0-2 мы сделали счет 2-2. Победить, к сожалению, не удалось. Но все же это выход в финал Лиги Конференции. Я стал лучшим игроком. У меня гол плюс пас. Ну и Лейпциг одерживает минимальную победу дома над Генком. По итогу и выходит в финал Лиги Конференции. Так. Получили мы оценку не ниже 8.5. Это не включительно, я так понимаю. Поэтому мы не выполнили это задание. Избежали поражения. И также потеряли реализацию. Вот. Была она у нас 100% после забитого мяча. Потом я еще пытался забить. Не получилось. В итоге только одно выполненное задание. Ну что, сейчас у нас игра Валенсия против Атлетика. И сегодня может решиться судьба Ла Лиги. Станем ли мы чемпионами в этом туре или нет. Если обыграем Атлетика, становимся скорее всего. Потому что лидерство у нас будет в 10 очков. И за 3 оставшиеся игры Атлетика максимум наберет 9 очков. Поэтому вот как-то так. Нужно обыгрывать Атлетика. Все-таки мы играем дома. Но все-таки это в любом случае Атлетика Мадрид. Состав их на ваших экранах. Хименес. Мы видим как новеньких футболистов. Николя Пепе. Правда в центре почему-то Альоренте справа. Но остальные вроде все на месте. Ну и также у Муниса нашего. Немножечко как-то вот со стаминой не все в порядке. Поехали. Ну что же, Валенсия против Атлетика Мадрид. Итак, задание. Оценка ниже 8.5. Успешные навесы и обводки. Давайте обводки возьмем. Но, как я понимаю, по навесам нам надо почаще навешивать в этом матче. Поэтому будем пытаться делать только это. И мы пропускаем. Родриго де Пауль забивает на 20-й минуте. Мунис видит это пространство. Проходит, да и забивает нужно. Как сейчас шикарно все было разыграно, а? Хавьер Мунис забивает. Один из решающих голов. Сравнивает счет. Буквально сразу же, как они вышли на поле во втором тайме. И вот шикарный момент. Ну как сейчас нас просто вывели на эту позицию. И мы забиваем. Все. Два решающих мяча на моем счету. Ну, надеюсь, что сейчас Валенсия будет только увеличивать отрыв. Пока что все замечательно. Так, Мунис. Неплохо движется дальше. И Закария забивает. Ну, я так понимаю, последний гол. 3-1. Мунис отдает голевую передачу. И все. Финальный свисток. Валенсия обыгрывает Атлетика Мадрид дома. Со счетом 3-1. Ну, я как понимаю, мы становимся чемпионами Испании. Я даже посмотрел, когда последний раз Валенсия выигрывала чемпионат Испании. Она выигрывала его в сезоне 2003-2004. Так, а теперь надо бы нам вспомнить, какой это для нас здесь идет сезон. Скорее всего, второй. Вот. Поэтому этот сезон, как я понимаю, 22-23. Спустя, получается, 19 лет. Валенсия выигрывает чемпионат Испании. Ну, и вот оно, естественно, награждение. Мы идем вторые. После, так сказать, капитана. Вот. В общем, предпоследний, если так тоже можно сказать. Но, это замечательное событие. Наконец-то Валенсия сыграет и мы. Если, конечно, нам не придет предложение от топовой команды. Тоже сыграем впервые в Лиге Чемпионов. Ну, и замечательный триумф. Супер. Осталось только теперь выиграть нам Лигу Конференции. И Хавьер Мунис может стать первым футболистом в истории, который выиграет три Еврокубка с тремя разными командами три года подряд. В прошлом году мы выиграли Лигу Европы с Марселем. Я еще и стал лучшим игроком. В этом году мы можем выиграть Лигу Конференций вместе с Валенцией. Ну, а в следующем сезоне, я надеюсь, либо вот с той же Валенцией, если нас, конечно, не позовут в Мадридский Реал, выиграем Лигу Чемпионов. Будем, конечно, стараться. Вот, не выполнили мы только точные навесы, потому что у нас, в принципе, ни один не дошел. Вот, но обводки 70%. Замечательно. Ну что, сейчас у нас игра против Валериала. Они как-то очень плохо идут по этому сезону. 15-е лишь место в чемпионате Испании. Ну, а также у нас вот еще останется игра с Реал Соседадом и Асасуной. И, естественно, финал Лиги Конференции. Поэтому давайте будем переходить к матчу с Валериалом. Его я, наверное, тоже проведу. Ну, не тоже, потому что с атлетикой я полностью доиграл. Хотел все-таки чемпионский вот этот чемпионское торжество не пропустить. Вот. А тут давайте попробуем выполнить задание и попросим замену. Поехали. Итак, мы снова на стадио Мисталья. Валенция против Валериала. Оценка ниже 8-5. Не проиграть, совершить перехваты. Честно, не знаю даже, какую здесь. Давайте лучше выиграем в этом матче, потому что остальные какие-то трудные. Там 10-0 получить и 3 перехвата. Опасный прострел. И Джерар Морена забивает. 14-ая минута. 1-0. Ну, и Гуедеш забивает, сравнивает счет. Я-то хотел на него именно дать передачу. Но почему-то он как-то вбок отдал. Даут вроде на Гуедеш отдал голливую. Но 1-1. Время еще до перерыва есть. Постараемся выйти вперед, а там мы попросим замену. Опасный момент. И Толесо. На 42-ой минуте снова выводит Вильяреал вперед. Ну что же, сил у нас вообще не осталось. Поэтому на 75-ой там практически минуте мы попросили замену при счете 1-2 в пользу Вильяреала. И вот так вот Данжума забивает третий мяч Вильяреала в этой встрече. И все, финальный сысток. Уверенно, Вильяреал переиграл Валенсию на нашем поле. Ну и лучшим игроком признан Морена, который, кстати, заканчивал матч вообще на позиции опорника. У него был плюс голевая. Ну и за матч мы не выполнили ни одно задание. Итак, сейчас у нас выездная игра против Вильяреал Соседада. Они идут на шестой строчке. Хоть мы и выиграли уже чемпионат Испании. Мне кажется, нужно сейчас нам набрать хорошую и оптимальную форму перед финалом Лиги Конференции. Поэтому проиграть ни в коем случае нельзя. С Вильяреалом, наверное, была какая-то осечка. Но здесь я, кстати, снова уставший. Поэтому, наверное, все-таки точно вот уже после первого тайма прошел замену. Поехали. Итак, Вильяреал Соседад и задание на этот матч. 8.5 оценка, 3 удара поворотом, ну и опять навесы. Даже не знаю. Давайте попробуем 4 удара нанести. Так, ну здесь нарушение и прямую красную карточку. Мне казалось, ничего такого там не будет, но в итоге Лопис ее получает. Вот так вот. Аккуратненько вроде я шел, но здесь он прям действительно. Могут голеностоп нам сломать. Мунис. Набирает отличный ход и пробить здесь нужно. И это 1-0. Перед самым перерывом Мунис забивает. Ну а теперь, в принципе, мне кажется, можно попросить замену будет. Вывели Валенсию вперед. Но во втором тайме пусть, не знаю, Гуэдыш либо Солер вместо нас выйдет. И вот так вот Исак забивает на 57-й минуте и сравнивает счет. Ну и Ануачу выводит Валенсию вперед. Финальный свисток. Валенсия минимально обыграет Реал Соседат на выезде. Со счетом 2-1. Ну и Мунис стал лучшим игроком матча. Забил один гол. Кстати, Закарий отдал две голевые. Ну и по заданиям выполнили только два. Не делали мы снова вот точные навесы. Итак, последний матч чемпионата Испании сезона 22-23. Валенсия едет в гости к Асасуне, который идет сейчас, кстати, на 16-й строчке. У нас выносливость вся восстановилась. Кстати, надо посмотреть, через сколько у нас будет игра в финале. Через пару дней. Поэтому, наверное, я также отыграю только первый тайм, чтобы быть полностью готовым к финалу Лиги Конференции. Асасуна против Валенсии. Итак, задание на этот матч. Оценка не ниже 8-5. Три удара по воротам. Можно, наверное, либо точные передачи. Я даже, наверное, давайте лучше удары по воротам возьмем. И как разыгран был, конечно, этот гол. И вся вот эта вот комбинация. И 1-0. 14-ая минута. Валенсия выходит вперед. И отлично. Перед самым перерывом Муни забивает очередной гол Валенсии. Ну и мне кажется, победа не за горами. Ну что же, на 58-й минуте при счете 2-0. Давайте мы все-таки вот попросим замену. И забивает Валенсия третий гол на 87-й минуте. И все. Финальный свисток. Заканчиваем мы сезон Ла Лиги разгромной победой на выезде над Асасуной. Ну и лучшим игроком матча признан я, потому что забил два мяча. Ну что же, три задания из трех мы выполнили. Нанесли три удара по воротам. 100% у нас точность передач. И оценка 10-0. Итак, названа команда турнира. Ла Лиги Сантандер. Силисон на воротах. Альба, Хименес, Агуэрт, Сабали в защите. Почему-то, ну это, наверное, по схеме 4-2. Раз я здесь иду как полузащитник. Значит, с левого. Вот, не левого нападающего, а именно левого полузащитника. Мунис, Солер, скорее всего, право. Хотя, может быть, и центрального полузащитника он отыграл вместе с Закарией. И Суса справа. И Хименес, Распадори в нападении. Итого, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Половина, больше половины игроков из вот этой команды турнира. Игроки чемпионы. Игроки Валенсии. Я являюсь обладателем золотой бутсы. 38 раз вышел на поле и забил 39 голов. Средняя оценка у меня 9,0. Голевые пасы у меня 25, кстати, голевых пасов я отдал. Вот, 108 миллионов у меня рыночная стоимость. Лучший голкипер Сильсон. Я не знаю, лучший игрок, наверное, там попозже будет. Объявлен. Нет, вот, лучший игрок уже назван. И это, это я. Как ни странно, все замечательно. Кстати, вот финал Лиги Европы. Бавария против Славии Праги будут играть. Вот так. Ну что же, вот настал тот самый момент. Я не знаю насчет, кстати, матчей за сборную. Потому что вдруг там будет Кубок Америки какой-нибудь. Вот. Но я надеюсь, что это все-таки будет последний матч сезона. Потому что, ну, действительно, здесь нам ничего, кстати, не показывают. Вот. По календарю вроде тоже ничего такого нет. Поэтому надеемся, что это последний матч сезона. Надо поставить жирную точку, выиграв Лигу конференций. Ну вот я стану, как минимум, первым игроком, который два года подряд выиграл два разных турнира с двумя разными командами. Именно Лигу Европы и Лигу конференций за Марсель. И вот буду сейчас стараться за Валенцию. Лейпци, конечно, сильная команда. Но мы тоже не пальцем деланные. Мы еще и чемпионы Испании. Состав Лейпци на ваших экранах. Вроде здесь никого таких как нет. Рената Санчеша, наверное, только подписали. И все. Позиции, понятно, тоже здесь сбитые у многих. Но ничего. Будем стараться обыгрывать на стадионе Олимпик. Ну что же, финал Лиги конференций. Я не помню, кто в прошлом году именно в нашей карьере выиграл Лигу конференций. И вот в реальном мире, в реальной жизни выиграл Рома. Но сейчас постараемся это сделать мы. Для нас это второй, получается, ну подряд. Раз второй сезон только для нас идет выход в финал Еврокубка. Итак, оценка ниже 8.5. Не проиграть, сделать 10 передач. Давайте попробуем 15 передач. Очень интересная команда Лейпциг. Поехали. Так неплохо, Мунис. Ну а здесь можно и на скорости, конечно же, проходить. Раздает Лейпциг такую возможность. Удар и это гол. 1-0. Мунис выводит Валенцию вперед на 12-й минуте матча. И вот так вот вышел я вратарем. И за это поплатился. Ольма сравнивает на 18-й минуте. Но мне кажется, что Сильсон там, ну, должен был действительно забирать мяч. Как только вот я отдал вот эту вот команду, добежать до мяча. Но как-то у него это не вышло. Так, Мунис. Мунис с мячом. Очень быстро развивается атака Валенсии. Что опять же на скорости попытается пройти Мунис. И это пенальти. Конечно же, капитан Лейпцига получает прямую красную карточку. За этот момент, я не помню, давали ли ему желтую за штрафной тоже в начале матча. Но вот здесь вот красная карточка в финале Лиги конференций. Костерман удален. И к мячу подходит Карлос Солер. Удар. И не забивается, Лер. Ну, что ты наделал-то наш капитан. Теперь уже промахивается с точки. Мне кажется, если бы точнее сыграл, он бы залетел. Вратарь там не успевал. Мунис отлично проходит. Надо забивать дубль. И надо забивать дубль. И Мунис это делает. 2-1. Валенсия выходит снова вперед. И делает это Мунис. И все. Финальный свисток со счетом 2-1. Валенсия обыгрывает Лейпциг в финале Лиги конференций UEFA. Итак, ну и на вручение мы снова идем предпоследний перед капитаном. Замечательно, зачем-то нам показывают рубашку болельщика. Ну, наш второй Еврокубок. Осталось взять только лишь Лигу чемпионов, что является одной из наших задач на карьеру. Мы выиграли трофей со сборной чемпионат мира. Осталось нам лишь перейти в Мадридский Реал, выиграть Лигу чемпионов и выиграть золотой мяч. Получается, мы выполнили только одну с вами задачу. Не знаю, получится ли вообще все эти задачи выполнить до конца. Не знаю, получится ли это именно по времени. Но мы будем, конечно, стараться. Потому что после вот этого сезона я хотел бы, конечно, перейти в Мадридский Реал, если поступит от этого клуба предложение. Ну и я являюсь лучшим игроком финала. Два забитых мяча. Ну что же, задание на финал мы сделали только два из трех. Оценка выше 8,5. Выиграли матч и не сделали вот передачу. Всего лишь 8 за матч. Как-то маловато. Так, ну и что же у нас по этому турниру. Лучший игрок турнира Лига Конференции признан кто? Естественно, я. Вот, ну и еще и так же сфотографировались вот с кубком. То есть лучших игроков вот именно для вот этих фотографий и берут. Вот Бавария победитель Лиги Европы. Вот здесь Кимиха взяли. Лучший игрок Лиги Европы стал Станцио, который играет в Пражской Славии. Так, ну а Лигу Чемпионов выиграл Парис Энджермен. Вот здесь вот Киллиан Баппе стоит с трофеем. 2-1 они обыграли. Так, на Тоттенхэм Хоспурр Стэдиум обыграли Манчестер Сити со счетом 2-1. Вот, как-то так. PSG держит первую победу в Еврокубках в своей истории. Напомню, что всего их было 43. Трофеев у PSG или 43 чемпиона Лиги Чемпионов. Это вот я не понял. Ну а лучшим игроком турнира стал, кстати, Бруно Фернандеш из Манчестера Юнайтеда. Ну что же, давайте пробежимся по итогам. Уже у нас июнь месяц. То есть, вряд ли какие-то уже матчи будут здесь сыграны. Все, поехали по итогам нашего второго сезона. Чемпионами мы стали. Если перейдем в Мадридский Реал, то будем играть в Лиге Чемпионов. Как мы видим, 4 команды даже, ну вот. То есть, в Барселону, в тот же Атлетик Мадрид, я бы в любом случае не уходил. Чисто из-за принципа нашего футболиста, что только Мадридский Реал. В Валенцио переходил, чтобы быть хотя бы рядом с Мадридским Реалом и быть на виду, нежели чем я бы играл бы там, к примеру, в МЛС. Кубок Испании, кстати, выиграл Мадридский Реал. Обыграли они в финале Уэску со счетом 3-1. Суперкубок Уэфа выиграл Марсель, с которым мы выиграли Лигу Европы. Вот, и обыграли они Атлетика Мадрид со счетом 2-1. Ну, про ЛЧ я уже сказал, что ПСЖ обыграли Сити 2-1. Лига Европы здесь тоже 2-1. Бавария выиграла Прошу Куславу. Ну и мы выиграли Лейпциг со счетом 2-1. Так, ну и пробежимся по статистике. Лично нашей лучшим бомбардиром Ла Лиги являюсь я. Я забил 39 голов в 38 матчах и отдал 25 голевых в 38 матчах. В Кубке Испании, я не помню, забивал я вообще или нет. Почему-то у меня здесь, ну вот, вообще нет. Либо я есть, но я себе не нашел. Нашел, вот, 8 место. 2 забитых мяча в 2 матчах. Ну и также отдал 1 голевую на 14 месте по голевым пасам. Ну и по Лиге Чемпионов давайте быстренько пробежимся. Гризман лучший бомбардир. 10 мячей в 10 матчах он забил за Барселону. Мбаппе лучший ассистент. 6 голевых передач за 12 матчей. Ну и лучший вратарь Дана Рума. Станцию лучшие бомбардиры Лиги Европы. 11 голов в 17 матчах. Штиндель лучший ассистент. 4 голевые в 12 матчах. И, честно, лучший вратарь. 5 сухих матчей из 14. Ну и по Лиге Конференции я являюсь лучшим бомбардиром. 19 голов в 13 матчах. Также 11 голевых передач в 13 матчах. Ну и лучший вратарь это Сильсон. 9 сухих матчей из 13. Так, ну может быть кому-то нужна именно вот эта вот статистика. Вздух кому-то пригодится. 53 игры. 60 забитых мячей. 37 голевых. 2 желтые карточки получил. Ну плюс 9 к общему рейтингу. Это за то, что вот я правильно перенаправил все вот эти вот очки навыков. Ну вот 53 игры. Так понимаю, это абсолютно все матчи, которые только у нас были возможны. Сильсон, Солер и Муниас отыграли абсолютно все матчи в сезоне. Я являюсь лучшим бомбардиром команды. На втором месте Ануачу. Я являюсь лучшим ассистентом команды. На втором месте Распадори. Ну а по сухим матчам там вот Сильсон и Закария. Как-то, кстати, странно. Значит, все-таки не все матчи там, к примеру, отыгрывал тот же Сильсон. Как мне кажется. Так, ну а теперь давайте мы пробежимся по чемпионам. Либо просто по топ-5 лиг в Европе. В АПЛ Ливерпуль выиграли чемпионат Англии. Манчестер-Сити только лишь бронзовые призеры. Бундеслигу выиграла Бавария. Серию А выиграла Рома. Ну а Лигу 1 выиграл Леон. Наш Марсель занял третье место. Так, ну а в МЛС Лос-Анджелес FC. Сейчас идет на первом месте. У них только там, я не помню, в январе только начался сезон. Поэтому вот как-то так. Так, мы проводим, я так понимаю, последнюю тренировку. Дальше будет переход в следующий сезон. И в следующем уже выпуске мы узнаем, перейдем ли мы в какую-нибудь другую команду. Или останемся в Валенсии и будем играть в Лиге Чемпиона вместе с ними. Так, будет ли здесь какое-нибудь звание, там игрок года, я не знаю. Игрок турнира, это Лига конференций. Ну это здесь нет, я так понимаю, такого, к сожалению. Ну а мы завершаем сезон. Ну что же, мы перебрались в сезон 23-24. На этом мы, наверное, и закончим сегодняшний выпуск. У нас здесь предсезонный турнир, который, кстати, не знаю, наверное, в Аргентине, либо там в Бразилии, вот Атлетика Минейра, тут Риверт Плейт. Можно ли другие какие-нибудь еще группы посмотреть? Нет, в Бразилии, кстати, там он проходит. Поэтому, ну вот. Либо мы проведем этот предсезонный турнир в составе Валенсии, либо уже нас подпишет Мадридский Реал. На что я, конечно же, сильно рассчитываю. Поэтому, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...